Ой, наконец-то выходной, можно валяться. Алло, алло, давай с нами на йогу, ну а потом бухать в клуб. Да не, не хочу. Ты что, не подруга? Я планировала поваляться сегодня. Как можно планировать поваляться? Можно, если тебе 30+. Короче, давай вставай, иду с нами. Ну ладно. Вот блин, я же хотела сегодня пересмотреть всего Индиану Джонса. Ну ладно. Йога это ужас, все болит. Больше никогда туда не пойду. Друзья, привет. А напишите в комментариях, какие у вас хобби. Ну и поставьте лайк этому видео. Я буду очень рада. Потом еще и в клуб. Лучше сразу к травматологу. А где бутерброд? Я его вроде где-то тут оставляла. Ну ладно. Может я съела и забыла? Кто здесь? Странно. Чего это оно открытое? Надо вызвать мастера, наверное. Починить дверцу. Фух. Пойду взбодрюсь. Кто здесь? Кто дотронулся до меня? Да что ж это такое? Привет, бабуль. Так. Советы про женихов давать не буду. Да я не об этом. А что тогда? У меня дома, по-моему, что-то странное происходит. В смысле? Предметы исчезают, двигаются. А я тебе говорила, что чертовщина ваш робот-пылесос. Да нет, там прям шаги чьи-то слышно. Будто кто-то ходит. И тарелка сама разбилась. О, это точно нечистая сила. Я знаю, что нужно делать. Ага. Записываю. Купи чеснок. Много. Разложи по дому везде его. Фу, он же воняет. Как я там буду жить? В этом и суть. Он отпугивает нечистую силу. Ага. А еще и женихов. Как их ты там называешь? Ничего. В доме с привидениями все равно счастливую семью не построишь. Запоминай. Чеснок. А еще надо соль на пороге дома рассыпать. Зачем? Так никакой вурдалака к тебе не зайдет. Блин, это еще потом надо будет все убирать. Ну, ладно. Ну, все. Теперь можно спокойно спать. Наконец-то высплюсь. Наверное, на пульт легла. Это что, ужастик? Блин. Нужно переключить. Ты умрешь. Боже. Кто здесь? Кто здесь? Фух. Блин. Ну, я же все аккуратно ставила. Да ладно. Это точно не я. Ну, все. Я здесь ночевать не буду. О, доча. А я не слышала, что ты пришла. Да, извини. Не хотела тебя будить. Я пришла чисто поспать. А что случилось? У тебя тараканы завелись, да? Хуже. Привидения. Да ладно. Да. Вещи разбрасывают, тарелки бьют. Угрожают даже мне. Бабушка. Бабушка в этом эксперт. Я у нее уже спрашивала. Чеснок и соль не помогают. О, ага. Так, значит, все серьезно. Где мой телефон? Куда ты собралась звонить? Ведьме Марии? К ней весь город ездит. Она все яйцами выкатывает. Мам, это бред. Не бред? Она еще тебя и в гипноз вести может. Ее даже по телевизору показывали. Это не поможет. Может, ты и права. Тогда своему тарологу позвоню. У тебя есть свой таролог? Ну, конечно же. Я же взрослая, уважающая себя женщина. А, ну, тогда логично. Алло. Это экстренный случай. Угу. Сколько? Спасибо, не надо. Что такое? Да за такие деньги можно новую квартиру купить. Переехать в нее. А не привидений выгонять. Блин, что же мне делать? Я тебе сейчас сама погадаю. Я тоже умею. Так, сиди и жди здесь. Ага. Может, сбежать через окно. Так, карты говорят, что тут... Ух. И новая квартира не поможет. В смысле? Эти привидения будут преследовать тебя везде. Спасибо, мама. Спасибо, мама. Поддержала. Карты не врут. Пойду тогда разбираться с ними. Ну, это точно не я. Это реально привидения. Уже даже днем хозяйничают. Какой ужас. Моя квартира уже не принадлежит мне. О, привет. Ты чего? Это же я. Виталик. Виталик? В смысле? А что ты тут делаешь? А что? Мы ж полгода как расстались с тобой. Ну да. Мы ж друзьями разрешились. У меня ключи остались. Стой. Ты приходил есть мою еду. Ну да. Ну мы ж друзья. Ну я думала, что друзья иногда пишут, созваниваются. Я как-то забыл. Спасибо, кстати, за чеснок. Я его обожаю. Знаю. Поэтому мы и расстались. Если что, все тарелки я в раковину положил. Одну разбил. Извини, если что. Подожди. А ужастики на телевизоре? Это я смотрел. У меня дома свет отключили за неуплату и за долгов. И воду, кстати, тоже. Так что я у тебя и в душ сходил. Так вот почему косметика была разбросана. Да. Извини. У тебя просто там вещей столько в ванне. Это просто жесть. Значит так. Ты не представляешь, как ты меня довел. Отдавай ключи. И чтобы больше я тебя не видела. Ну ты что, не подруга? Ну быстро отдавай. Ну ладно. Слава богу, все окончено. Это были не привидения. А что-то хуже. Бывший. Можно спать спокойно. Можно спать спокойно. Это сквозняк, я не боюсь. Это сквозняк, я не боюсь. Это сквозняк, я не боюсь. Я же забрала у него ключи. Это не привидение. Это уже грабитель. Уходи, у меня есть соль и чеснок. Не, ну что ты орешь? Алина, а как ты зашла? Тебя это не должно волновать. В смысле? Та я ж прикалываюсь. Мы ж подруги. И не просто подруги, а лучшие. И что? Ну, видела мэм, что подруги приходят к друг другу молча. Ну и берут еду из холодильника. Да, это лучшие друзья. Ага, только я у тебя дома ни разу такого не делала. Сейчас я поем и поедем в клуб. Я не хочу. Ты что, скучная? Ты что, не подруга? Слушай, ты мне надоела. Ты никогда не спрашиваешь, чего я хочу. Это не дружба. Так что, все, пока. Ну мы же так давно дружим. И что? А сейчас все, прекращаем. Ну ты же вообще сама говорила, что всегда мне рада. Что всегда выручишь и поможешь. Тоже мне. С тобой все нормально? Слушай, ты реально больная. Он разбросала все вокруг и рассказываешь людям про каких-то привидений. Собой займись. Ай, больно! Как ты это сделала? Да ты знаешь, мне неинтересно. Все, я валю. Блин. Походу, я реально живу с привидениями. Ну лучше с ними, чем с какими-то друзьями. А, пофиг. Пойду спать. КОНЕЦ. Субтитры создавал DimaTorzok